так кто и откуда миром добрый или вечер это вас германия беспокоит я давно уже ваши ролики смотрю уже на работу 2 больше и все никак не решался зайти и вот я вчера позвонил что-то звонок сорвался так вы меня хорошо видите и слышать я вижу хорошо у нас все записывается выставляется в интернет вы не против я что-то не хотел бы публичности разговора нет расстаемся ну хорошо я согласен может быть кому-то это будет я хотел бы немножко себе сказать ну что есть тайна не надо говорить вы держите себе нет нет ничего такого нету но тем более тогда не еще уже как звать-то величать как вас больше сергей 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 где вы говорите находитесь то вот германии германии а где в германии в каком месте баварии 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 вон где кстати я вот смотрел какая-то ваша родственница здесь она не так далеко это километров 100 от меня жили да в зоне берге там племени забыли вышла за немца замуж как же этот город называется вы там были когда были свои поездки до были мы примерно это 100 километров ну ладно больше так по делу давайте что у вас понудило вас прийти я попал ну как женился у меня жена немка и в нее родители адвентисты оказались я попал вот к адвентистам сам я православный кричит так я не совсем хорошо расслышал он говорит вы женился на немке это я понял дальше она адвентист а вот адвентистка ну-ну нет нет она не адвентистка у нее родители адвентисты она сама не адвентистка вот я к ним попал и вот моя покойная теща на мне мы с ней беседовали очень много беседовали насчет библии насчет писать насчет слова божьего и вот она мне много чего рассказывал она к сожалению уже покойная вот и когда я начал смотреть ваши ролики а потом начал задумываться вот потом еретиков вот что когда эти церкви появились там баптисты адвентисты вот и у меня есть вопросы по вам если можно конечно задать их вот по поводу четвертой заповеди вот субботу же никто не отменял как они говорят нет чтобы по этому поводу скажете господь господь сказал что пришел не нарушить а исполнить но только мы должны понимать теперь все что было ветхом завете так как священное писание говорит это были образы для нас достигших последнего времени образом то есть это то что приготавливалась пришествие христа допустим ягненка брали настоящий ягненок барашек его кололи годовалый должен быть без пороха а ягненок то ни в какой роли то не играл его съели и все он указывал на христа почему евангелие от иоанна 1 глава 29 стих и он креститель говорит вот агнец божий который берет на себя грех мира ягненок с большой буквы поэтому кровь ягненка указывала на кровь которая истекала из христа на голгофском кресте это тень будущих благ там было и в любом какое бы место мы не взяли это все было тенью будущих благ тела во христе в новом завете и прямо написано все творю все новое все точно так же но только уже а где это написано в какой стихе сие творю все новое вы пока записывайте это мы все найдем то что мне надо убирать здесь это сейчас скажет вам творю все новое это в откровении там посмотри глава стиха творю новое но если бог закончил творение творить и написано почил отдел своих книга бытия 1 глава то спрашивается а чего же творить то новое все ветхозаветнее было лишь образом написано тенью будущих благ на ней все это тень вот тень от руки они рука а рука придет потом и чем ближе вот допустим на если ну так ладонь подставьте себе вот так на стену чтобы сзади свет шел и тень шире шире а потом чем ближе к стене вы будете она наконец с тенью совместится рука но это мы знаем как это так вот чем ближе приближалось рождество господа нашего иисуса христа тем яснее делались символы символы это не просто так откровение 21 глава 5 стих записывайте откровение 21 глава 5 стих 5 стих так тень будущих благ это стих это все новое это определенно все заповеди все теперь мы рассматриваем в духе христовым а ученики то этого не понимали совсем и господь им рассказывал и потом говорит дух святой придет напомнит и расскажет вот ловят рыбу ну и ловил а я вас сделала сам человека петр то испугался сколько рыбы речь то не о рыбе рыба есть да и пироги будут печь уху варить но это только прообраз так еще одно место запишите евреем 10 глава 1 стих евреем а вот бытие еще не записано бытие первое сказали откровение 21 глава 5 стих да это первая книга бытие мы сберем из последней книги первое творение и в новом завете творение бог творит а еретики сектанты они этого ничего не понимают они лишены благодати разумения священного писания потому что они никакого отношения к церкви не имеют это самозванное общество или сборище как угодно в 1841 году уильям миллер начинает предсказывать это возникновение только что рождается новая секта баптисты были против там икон вот это икон не было и взяли бы нет они идут дальше от них другие уже свидетели иегова пойдут от адвентистов седьмого дня то есть бесконечное дробление а почему потому что они не в церкви объединяющие начала это там где господь сказал в теле моем палец не оторвется если вы пальцы куда вы оторвались то у них прямой связи то нету и поэтому благодати духа святого нету но они говорят все они у них здоровый образ жизни вот если в америке взять то адвентистов седьмого дня самые долгожители здоровый образ жизни много спортзалах бабки занимаются деды там я в америке очень да и вот теперь мы смотрим первую заповедь вторая третья заповедь мы переходим сразу к четвертой заповеди она очень подробно говорит бог почил теперь мы смотрим если все было ветхозаветнее образом и господь почил что он устал нам не надо такие вопросы ставить мы просто ответим так написано когда сатана поступал ко христу господь говорит написано трижды три искушения и христос мог бы сказать как бог что-то новое он ссылается на священное писание и в этом какая-то непонятная сила что сатана как пригвожденный замолчал опять броситься вниз понесут 90 псалом считает а люди говорят я буду живой помощью считать от сатаны отобьюсь он сам считает ее не боится мы должны это увидеть и вот здесь а что же новое нового человека водами все умирают а во христе все живут христос творить человека не водами в нем все умирают в нем все согрешили это 6 23 послание к римлянам 6 глава 23 стих об этом говорит возьмись за грех смерть водами все умирают а теперь значит господь творит нового человека каким образом надо на тебе родиться свыше это мы считаем евангелие от иоанна встреча с никодимом третью главу когда берем она самая главная глава во всей библии вся глава тебе надо на родиться свыше рождение свыше это главный вопрос а как этому утробу матери войти то есть он все еще мыслит как адвентист по старому а надо мыслить уже в новом понимании заново то есть вот я не знал ничего жил как все люди живут да я не воровал я не матерился я не блудил ну нормально так человек может сказать о себе но ты также водами умираешь и идешь туда куда все люди шли а господь говорит я пришел создать нового человека по образу своему это дух святой сходит на человека дух святой показывает что он погибший грешник и говорит за тебя кто-то должен умереть все грешные кто умрет за кого и для этого сын божий пришел и взял на себя грех мира и написано что он возлюбил нас тогда когда мы еще были грешниками и он творит это дело господь умирает на кресте совершилось дело спасения совершилось но у человека есть душа адвентисты ее не признают и человека нет души они бездушны как таракан вот пускай тараканова проповедуют мышам человек по образу подобию божию а что там подобие образ сохраняет а подобие делами образ какой бы ни был человек самый великий преступник в нем образ божий то есть у него бессмертная душа бог бессмертен и теперь душа бессмертная бог свободой обладает и человека наделил этой свободой а подобие мы теряем теряем потому что картина не сходится бог сотворил ребенок был маленький горит на ангела похоже а потом говорит в этом вопросе интересно картина есть леонардо да винчи он долго рисовал в общей сложности почти 20 лет подбирал образы это тайная вечеря и он искал эти образы и когда рисовал образ христа он долго искал этот образ и нашел одного оказалось он в хоре поет молодой человек и он пригласил домой написал картина готова но образа иуда не может найти и через 20 лет он на базаре увидел одного и пригласил ягодь я заплачу ну и когда он картину то открыл тот так и уставился оказалось он с него писал образ христа а а теперь он пьяный весь измызганный потерянный образ иуды то есть как по смотрим николай е пишет об этом дьявол превратился человек это действительно так человек отступил но у него бессмертная душа и души шли в шеол называется шеол преисподнее место земли увидел лазарин на лоне абрама и просто так и якоб когда сын иосиф потерялся он говорит с печалью сойду к сыну мою преисподнюю адвентисты ее не признают они говорят преисподне это земля нет с этой земли он преисподне идет они лукавят это христос сошел преисподнюю нет он сошел на землю писание об этом говорит а в преисподнюю после смерти душа идет и христос но об этом мы считаем 3 19 первое послание петра что господь спасает человека принимает душу и 4 глава 6 стих это петра 1 1 петра для того и мертвым было благовествуемо мы говорим когда христос умер и кому он благовествовал мертвы то его похоронили его положили в пещеру кому он проповедовал а тут написано проповедовал сойдя преисподние места земли там где души были и он проповедовал мертвым было благовествуемо 46 адвентист эти слова вычеркивает или как-то нельзя вычеркивать ни одна иота ни одна черта не пропадет небо и земля дешевле стоят они лукавые люди я с ними много занимался с адвентистами этими и главное адвентус пришествие мы без вас знаем что латинское слово взяли что-то новое придумали он говорит во второе пришествие явится для неодлежидающих спасения спасения как суд божий уже будет они вот они верят и христос сошел преисподние места земли спасение человека продолжается и он воскресает рано в утром воскресный день рано утром во сколько по сегодня никто не знает но уже третий день пятница написано наступала суббота они скорее старались похоронить но перед субботой пятница а сейчас горит четверг умер там ну лукаве тут ясно сказано то и когда мы это уже расставили точки и говорим в нового творения хрис поспочил отдел своих воскресный день суббота указывала на воскресенье там он сотворил человека и творение закончилось и здесь также господь показал образ духа святого дает дунул говорит кому простите проститься оставил их показал чудеса говорит мой отец слышит меня на у иордана когда гридах святой сошел все есть сын мой возлюбленный в котором мое благоволение а на горе фавора говорит его слушайте его не адвентистов его слушайте до отец небесный засвидетельствовал это и мы должны бояться бога чтобы никуда не свернуть и вот он творит нового человека значит суббота указывала конкретно на воскресный день откуда это известно субботу люди праздновали это шаббат это праздник был а в новом завете мы видим уже ученики собираются в первый день недели но семь дней в неделе суббота седьмой день воскресенье первый в первый день недели собирались почему творили причастие совершали хлебопреломление и это не все сбор денег делали это об этом 16 глав первый стих первое послание коринфянам все местописания говорят об этом предпочтение отдается первому дню недели это наша новозаветняя суббота и и никто не отменял она просто теперь приняла тот вид который ей назначен был не после последнего мертвого смертного адама бессмертный человек по образу христа созданный вот как вот допустим они не принимают иконы я немножко отвлекусь я говорю а почему же вы не принимаете христос принимал а где это известно так он же сказал дом мой дома молитва наречется ну и что а он весь в иконах был откуда известно из библии и написано когда он делал храм создавал соломон сделай по образу который показан показан это третья книга царс когда считаем там 5 глава и там у него даже не чистые животные львы были море мертвое на 12 валах стояла и но это же было было так-то и господь не в этот храм пришел этот храм был разрушен это вторая параллель поминон 25 глава говорит на выхода носа разломал это море этого храма нету это первый храм второй храм эта книга пророка из и кииля из и кииля запишите из и кииль 41 глава 17 стих устройство храма в который пришел христос он был весь в изображениях снаружи и снутри от пола до потолка там места не было нигде одни иконы были они это признают они говорят ну и вот я говорю вот есть а изображение с греческого перевода имеет икон 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 это икон это изображение но там же людей не было не было потому что на небе их и не было а хирурги мы там были они изображались а теперь ныне же со мной будешь в раю человек входит уже в рай теперь изображается человек я им простой вопрос задаю скажите вы верите что ветхозаветник прообразовала вот у него красная была здесь нитка говорил о жертве христа на рамнике которые были говорили о заповеди колено да согласны но скажите ковчек о чем говорит что там лежало скрижали а скрижали каменная о чем говорили ну на кого они указывали это только образ был они не знают я говорю вначале было слово слово было у бога и скрижали написано а слова живое живое ожившие это христос а где он был христос вообще в матери вообще в матери запомним это блаженно чрево тебя носившие сосы питавшие а теперь смотрите внимательно вот первая глава игот царств первое и там написано когда плене он был ковчег и они его возвращали на телецах а жители бессомиса в это время на полях были это что там такое да это ковчег который там где-то бывают святое святых его никто не видит один раз в год первосвященник заходят и люди жители бессомиса подошли я другим может расскажу я видел ковчег а что там внутри открыли там пусто ничего нету заглянули пошли но у каждого что-то скрутило инсульт обморожение при 40 градусное что-то бог написано и поразил господь жителей бессомиса и умерло 50 тысяч и 70 человек я спрашиваю 50 тысяч 70 человек в сталинградской битве не умирала за день не было этого понимаете 50 тысяч я говорю за что ну они не плевали как вы икону рубить и жжете они не рубили ничего не делали а почему а теперь смотрите вы говорите у марии девы были еще дети да откуда вы взяли она пресно дева она одна один христос единородный называется так вот ковчег указывал на богородицу внутри нее слово лежит и вот они решили разгадку эту решили смертью и бог сразу убил из них если не так то объяснить и за что за что что знание помешало им они увидели ничего нету может даже некоторые перекрестились бога прославили вот все ветхозаветие было образом суббота прообразовала воскресный день вот вам ответ спасибо если можно второй вопрос ее нету чтобы она была она сейчас на работе нету а потом вы прослушайте ролик где через десять будет стоять я впереди будет написано германия слушаю вас хотел бы еще спросить о посте и окрестном знамении они вот говорят что где написано что надо креститься осенять себя крестным знамением много не написано так нельзя говорить не написано то что христос сказал и все и духа святого нету церковь рождается и и говорят что и говорят что нет поста в библии что пост надо держать библии не написано многое не написано а потом написано было а почему а бог говорит поставил это все считаем 11 28 1 коринфянам он поставил церкви во первых апостолами смотрите один во вторых пророками в третьих учителями а раз учителя но это 4 6 12 28 12 28 1 коринфянам так вот здесь мы как раз и видим что поставил учителей еще многое надо было разъяснить некоторые говорят но это же в ветхом завете ну и что вес и завет в этом смысле никто не отменял если субботу не отменял а почему решили что в новом завете можно бороды брить пол бороды от и обрил там сарь а на настое ну когда давыдовы слуги там были то и он их не пустил обещащенные очень живите в ерехоне городе проклятие вы достойны этого пока бороды не отрастут так это они шли в земной иерусалим бог не допустил их так и здесь мы должны быть весьма внимательны крестное знамение о чем говорит о том что мы верим что на голгофском кресте был распят единородный сын божий воплотившийся девы марии а это главное оружие на сатану написано кто призовет имя господне спасется во имя иисуса христа и падают стены не просто имя господне крепкая башня соломон говорил а мы знаем его имя теперь не только егова но сын его иисус христос и поэтому когда мы рисуем изображаем крест мы рисуем знамение которое бог дал откуда известно матфея 24 глава они не считали они это первую главу считает а до 24 до сих пор не досчитали там написано явится на небе знамение сына человеческого я беседую с руководящими оргами адвентистов баптистов а что это такое они христос я говорю след за ним появляется сын человеческий так что след за христом христос пришел но если знамение христос то за ним то христос идет следующий там считаете как написано это означает на небе явится крест животворящий крест христов который будет сиять ярче солнца и звезд почему и солнце погаснет а почему три причины говорит ян златоус вот учитель учитель он говорит когда воскреснут рядом будет гонитель ира у убиты им оба встанут первое чтобы устрашить все за знаменем идет сам царь этого знамени праведников укрепить дабы не боялись ничего и третье для славу божией 17 глава 1 стих евангелия от яна говорит иисус первосвященческая молитва прославь меня очень славою которую я имел у тебя прежде бытия мира какую а он шел и знал что будет прославлен даже говорить о слово о кресте крест это великая сила 1 18 1 коренция мы говорим слово о кресте для погибающих для адвентистов и уродство это насмешка а для нас спасаемых для православных сила божия ты если били собаку палкой покажи и палку то она хвост и подожмет он разбитый крестом крестом почему а там страдание было откуда известно послание к евреям 2 глава 14 стих как дети причастны плоти и крови мы из смертью своею смертью крестом лишить силы имеющие державу смерти то есть дьявола вот что а что смерть где он принял но на кресте и мы видим это знамение это его знамя и когда мы изображаем крестное знамение мы показываем что мы молимся мы его признаем благодарим бога и не спровергаем дьявола и ним господним во имя иисуса христа распятого сгинь сатана все кончилось он боится как огня чтобы мы произносили его имя распятого ветхом завете ничего этого не было поэтому крестное знамение идет с первых веков об этом готов силе велики в новом завете не написано что не жениться на родной матери это ветхом завете но однако же в самом деле написано всякое зелень зеленая были и быть и были йоги да будет вам в пищу василий великий говорит но не белины же мы объели что билину то есть хотя всякой ну ты разберись что значит всякое то ты умрешь от нее крестное знамение это оружие на дьявола я в больших собраниях проповедовал у этих еретиков ну и говорили я говорю а вы во сне видите иногда дьявола те говорят да видим а как вы от него избавлялись во сне я не знаю так он меня душил и все я не мог избавиться а одна стала женщина она не крестит а тут я перекрестилась господи помоги мне он сразу отопал от меня ты испытай оружие ты увидишь другого оружия нету нету и она баптистская во сне все равно перекрестилась господь показывает вот почему крестное знамение это с первого века и всегда было орудием и вот ну советская власть это же не 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 такая что христиане а у них красный крест зачем любая сестра под бомбежкой ползет к раненым у нее на сумке крест автоаптечка продается крест мы еще слепые так это коммунистический режим притом это всемирный было крест этот был у фашистов одинаково это везде во всем мире международный красный крест называется это символ сострадания символ любви беспредельной отдачи самого себя она ползет полумертвой тащить его спасти чтобы вот как и поэтому крест животворящий поражающий дьявола мы ежедневно и всегда совершаем крестное знамение помилуй господи и спаси вот окрестном знамени еще что да вот так перекрестись только чтобы до плеча правая смотрите сергей и ровная что было и на левом одесса единственное вот все значит и еще не запечатлен знаком антихриста если они не могут это уже сатана знак поставил свой когда не продать горит не купить но тогда уже будет наяву явлено слушаю дальше третий вопрос вопрос о свинине написано же что как бы то не чистое животное нельзя его в пищу употреблять как нам православного написано а то с третьей главы 1 тимофею сейчас запишите что будет время когда люди отвратят слух от истины и буду слушать учения бесовские то есть от бесов запрещающие вступать в брак и вкушать то что бог сотворил для верных ибо всякая пища горит всякая пища разрешается ощущается словом божьему молитва отсюда делаем вывод что у адвентистов нет слова божьего настоящего у них библия на 11 книг и нет молитвы в новом завете нет никакой разницы китайский уверовал они едят лягушек змей запрета нет что душа принимает ветхом завете 11 глава левит говорила свинину нельзя но я так к этому добавлю вот я например мы мясо не едим совсем не потому что вредно или как а это дешевле обойдется когда не покупаешь его а свинина она трудом переваривается в этом плане а не то что это греховно нет всякое творение божье хорошо написано в новом завете всякое независимо собака там кошка крыса мышь если ты к этому расположен тебе никто не запретит вот и дети сразу знание нутрию да они все едят запекают то вы сказали пик так первая тимофея как-то записать всякое творение божье хорошо ничто не предусудительно это первая тимофея сейчас посмотрит 25 кажется что там у тебя у меня не могу здесь посмотреть пока запишите так это учение что запрещает называется бесовским бесовским и в первом веке были люди которые тоже чурались не хотели тогда когда избирали их на епископа допустим то говорили ты свинину ешь не ем а почему ну грех он должен был да если считает грех его отлучали от церкви и поэтому специально варили кашу в которой варилась свинина мне противно это тогда не ешь каши съешь только вот сколько-то хотя одну ложку чтобы мы увидели что ты не за при ну не считаешь это вредным 2141 а 25 см посмотри ну посмотри да ну вот и все всякое творение божье хорошо и ничто не предусудительно если принимается с благодарением и с молитвой всякое творение спрашивать не надо даже понятно все казахи канину едят я хотел спросить я прошлым летом был казахстане моя родина и там пришлось гости пойти и была канина и пришлось покушать но я хотел спросить нам крестьянам не не грех канину нет не грех но старообрядцы кролика канину есть не будут без нужды ну нужда то какая я вот у адвенистов когда был они спрашивают а вам чай какой заварить я говорю мы чай не пьем только со своими травмами да вы что они сильно располагаются они чай кофе какао не пьют я говорю мы это в рот не берем у нас этого и нет тоже я знаю очень хорошо 1 тимофея с первого по четвертый стих 1 по 4 4 глава вот я хочу со свининой мы на разговаривать даже не будем разрешается но мы не едим вот у нас допустим когда бывает в трапезной ну праздник какой-то люди что-то приносят было время когда мы только образовались община то приносили свинину я добился что никто сейчас не приносит и в холодильник чтобы никто не ложили чтобы не было дома что хотите чтобы здесь у нас не было мы подаем соблазн два миллиарда мусульман не едят свинины называется свиноеды и дверь закрыт он тебя слушать не будет противный то а мы не едим они нас слушать я в мечети у них проповедовал в мечети у малы его начинали увидели я видел это все ролики этом очень попрощих роликов да не ешь мясо и вина пить павел говорит не буду вовек не потому что это грех чтобы не подать соблазну хорошо я еще хотел сказать по поводу нового завета с толкованием вас есть еще в наличии есть еще есть а как мне можно вам деньги перелить вот к этому прилагается еще к истину православию там все ответы крещение покаяние там все это я 40 лет собирал материалы вместе они высылаются в 200 долларов 200 с пересылкой куда вам переслать через western union а только сегодня из америки тоже спрашивали вот все вместе стоит 750 евро у меня тридцать восемь книг вышло а это не только новый завет толкованием ну да это 120 и 100 то положите что я сказал 200 подожди-ка подожди-ка я сейчас гляну минутку сейчас я открою показано как господи помилуй так немножко еще столько у меня открыто разных мест и да сейчас последняя так 750 евро или восемьсот семьдесят шесть американских долларов новый завет трехтомник и кистина православия вместе стоит 110 евро или сто тридцать долларов так и плюс пересылка за границу около 70 и того 200 долларов 200 долларов с пересылкой пересылка очень дорого стоит туда около 70 долларов берут сколько примерно идет вы не знаете смотрите как бывает дойдет быстро мы в испании посылали полный комплект 38 книг ровно месяц шли в испанию но они где-то там еще в горах там некоторые повороты почтовые делал делали орда ну ну же что у вас инвестерный не он работает там 10 цифр вы их мне пересылаете я получаю как только я получу номер вы точно на меня вот здесь же покажите свой адрес куда посылать точный точный и свои телефоны запишите мы пишем это сверху посылки если что-то задержка чтобы вам могли там позвонить хорошо хорошо пока по милости божьей у нас ни одной потери не было потери одна была не потеря вернули их дома не было только здесь в россии очень неприятное у нас было я скажу где на украине нынче мы послали человек выписал пришло они платите 75 долларов а платится тут где посылаешь вот такие украинцы ну а он с америки сам там работает теперь домой едет чтобы получить то что делать я говорю ну все соберите там деньги отдайте 70 а потом от хлопочите вернуть назад но мы молились и что-то случилось и они тогда говорят ладно бери так бесплатно то есть здесь заплатили он переслал 200 сколько у него там 200 долларов и я ему послал он из пятидесятников хорошо это через две стороны он пошлю да значит что тут вот получается 200 долларов если у вас есть там вот на это как придет и сюда мне дайте знать вот в скайпе где мы разговариваем с вами точный адрес прямо печатными буквами говорится чтобы ошибки никакой не было надо вам сразу номер сказать а потом адрес номер дадите я здесь получаю и тогда номер нормально то если которые в россии или где-то мы даем свой адрес местной карточкой они свой копию там делают квитка получаем деньги тогда отправляем ну через вест он не ровно он быстро вам за ну смотрите-ка как пришлете мы у нас задержка больше одного дня не бывает у меня свои курьеры мы сразу занимаем отправляем на главном по штампе это надо идти и там коробки специальные свои уже не примем не примут значит 110 евро плюс пересылки нет подождите нет и 110 евро 200 долларов это 110 это так подожди я имею ввиду трехтомник трехтомник без пересылки 110 без пересылки и плюс еще пересылка это будет 200 пересылка тут надо 200 долларов перевести в евро сколько там будет я не знаю так сейчас не могу на 10 допустим там будет 180 где-то вот так вот будет или 190 да просто спросите в общем курс одинаковый почти везде но 200 долларов это точно уже хорошо я не знаю тут почему-то не а потом у них меняется иногда так еще что все у меня пока спасибо вам большое во слава богу здоровья вам я вам ваши видики смотрю давно уже очень много пересмотрел но все как-то не решался позвонить его да ну что особенно если нужда есть мы без хитрости получили это от святых отцов да и без корысти передаем людям как вы с ураганом ездили какая собака хорошая да 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 на что интересно первое наше путешествие за границу было мы дошли там до Берлина тем краем прошли там Болгарию то собака вернулась а у нее званий-то таких и не было она хорошая первосортная немецкая овчарка и на первых соревнованиях он стал чемпионом Сибири а когда вернулся из Дании он стал чемпионом России но я дорога я сам дрессировщик я занимался им каждый день так интересно школу хорошую прошел да с вами да ну это уголовный розыск там игры никакой нету настоящая была учеба задержание преступника взрыв пакеты бросают стреляют собака ничего не боится ну вот так Господь дает так что вы жене скажите простое ясное слово что эта секта и отношение к церкви никакого не имеет Христос же не в 1841 году пришел а он говорит я создам церковь и об этой церкви пишет уже один 18 колоссиным Павел говорит да я им и говорю а где вы были до 18 века почему вас не было да а раз не было значит никакого отношения к церкви вы не имеете ну просто собрались и собираются на троих выпить тоже собираются ну они очень хорошие люди я вам должен сказать что очень такие люди очень добрые очень порядочные рукодельные люди очень да 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 ничего плохого сказать отключайтесь до свидания до свидания с Богом хранили Господь Святой восьмой отверстие выключил а вот что хорошо хорошо нет Продолжение следует...